Всем большой привет! Меня зовут Наташа Грома и добро пожаловать на мой канал. Случилась непредвиденная ситуация, которую я просто не ожидала, что так получится. Дело в том, что когда я опубликовала пост в ВК по поводу вопрос-ответ, я не думала, что такое большое количество вопросов будет прислано мне. И также вопросы в личку. И что и как дальше получилось. Я решила, что в этот вопрос-ответ я отвечу на все вопросы, которые у вас были. И пообещала это всем зрителям. В итоге первое видео, которое я отсняла по поводу вопрос-ответа, у меня заняло на 30 минут, из которых я нарезала 17.50. Второе видео, вот вы только представьте, вышло на 58 минут, то есть целый час. Я кое-как нарезала-нарезала, у меня получилось 45 минут. В итоге я подумала, что лучше я вторую часть разобью на 2 и выложу уже позже. Опять же, хочу повториться, что это не меняет отношение к вам, чьи вопросы попали, чьи не попали. Просто так получилось. Просто в этот раз я пообещала, что отвечу на все вопросы. Но их было больше 70, то есть вы представляете, какое-то большое количество. И примерно на 10 вопросов входит минут 10. Поэтому я делаю еще один вопрос-ответ. Но это означает то, что те вопросы, которые вы прислали ранее, они попадут в видео. Только видео это выйдет либо через видео, либо через 2 видео. То есть сейчас будет вопрос-ответ старый. Вторая часть, которая должна быть. Далее идет мой влог с радио, куда меня приглашали. Потому что я уже пообещала радиостанции, что этот влог будет. И, честно говоря, это будет очень некрасиво с моей стороны, если я людям пообещала, что он выйдет, а он не выйдет. То есть я стараюсь все делать честно. А потом, если никаких больше форс-мажоров или инфоповодов не будет, хотя, в принципе, у меня есть один инфоповод, но я об этом еще подумаю. Вот. А потом, то есть, следующая третья часть... Третья, ребят, честно, извините, я так лоханулась, это просто жесть. Третья часть выйдет уже через 2 видео, либо через видео. Вот так сделаем. И я постараюсь уже тогда весь остаток вопросов просто туда засунуть, чтобы все было ок. Понятное дело, что в следующий раз я буду более смотрительна, и вопросы я буду уже выбирать. Потому что очень много одинаковых вопросов, к сожалению, присылаю. И как-то, знаете, я думаю, что... Вот раньше, да, раньше я все вопросы, которые мне прислали, я старалась ответить. Сейчас я уже понимаю, что я просто не уложу в один ролик и буду как-то, ну, слегка нарезать. Вот такая вот ситуация. Я надеюсь, что вы правильно к этому отнесетесь, правильно поймете и правильно все расцените. Серьезно, потому что я не думала, что так будет, честно. Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на второй выпуск, посвященном вашим вопросам и моим ответам. То есть вопрос-ответ. И чтобы не терять много времени, давайте приступим сейчас к ответам на ваши вопросы. Дана Романовская спрашивает, как планируешь строить свое будущее? Передай привет Дане. Дана, привет тебе большой. На самом деле, по поводу будущего там был еще один вопрос, просто я хотела бы вот что рассказать. Дело в том, что, вы знаете, я так боюсь загадывать то, что будет потом, в будущем дальше, что я более точно не могу ответить на этот вопрос. Ну, как бы, вот как бы вы хотели, да, там закончить, например, такое-то образование, там пойти туда работать, еще что-то, что-нибудь с этим связанное. Я просто хочу на эту тему вот что сказать. Мне бы хотелось в дальнейшем заниматься, если честно, только видеосъемкой. Это не обязательно канал. Это может быть все, что угодно, начиная от короткого метра, помощь на съемках, заниматься продюсированием, например, каких-нибудь малобюджетных роликов там или что-нибудь, что с этим связано. То есть, на самом деле, здесь полет очень большой. Я думаю, что у меня есть возможность научиться всему этому, пока я снимаю видеоблог. То есть, у меня есть возможность научиться монтажу еще лучше, там, освоить еще другие программы, купить другую технику и это все как-то пробовать, экспериментировать. И тогда у меня получится такой большой пул знаний, который я могу применить уже в другой работе. Вот, и совершенно спокойно, то есть, те, кто хотят быть блогерами, вы совершенно спокойно можете заниматься вот этим вот всем, например, да, как я, а потом в дальнейшем, например, устроиться на работу. У вас всегда будет свой хлеб, то есть, тем же монтажером вы совершенно спокойно можете пойти и, конечно же, ну, вам за это будут платить. Это, ну, ни для кого не секрет. Поэтому у ответа такой вопрос, что да, я бы хотела заниматься съемками дальше. Виктория Терещенко пишет. Привет, передай мне, пожалуйста, привет. Привет. Ответь на такие вопросы. Вода или газировка? Газировка. Чай или кофе? Кофе. Кошки или собаки? Собаки. Метро или такси? Конечно, такси. Я просто боюсь метро. Забегаловка или ресторан? Наверное, забегаловка. Не люблю пафос. ВК или инстаграм? На данный момент ВК, если честно. Хотя я люблю инстаграм. Кино или спектакль? Кино. Суши или роллы? Суши. А, роллы. Торт или кекс? Я не люблю сладкое, но торт я как-то больше люблю, да. Если у тебя парень, я очень тебя люблю, твои видео, под каждым ставлю лайк. Так. Вика. А по поводу парня будет отдельная сноска по поводу всех-всех-всех вопросов, поэтому я еще отвечу на этот вопрос. Катя Вицель спрашивает, смотришь ли ты хоть иногда мультики? Если да, то какие? Мультики я на самом деле очень люблю. Одна из моих таких любимых мультфильмовских новелл, это Граффити Фоллс. Я, наверное, смотрела раза три. У меня скоро появится мерч оттуда, то есть я там скупаю. Я хочу такую же кепку. То есть вот, ну, мне очень нравится. И еще что, еще что... Гриффины. Да, Гриффины. Я вам потом буду рассказывать, какие мультики я, например, смотрю в данный момент, чтобы мы как-то понимали друг друга и общались, грубо говоря, на одном языке. Катя, я не поняла, просто ты как-то передавать тебе привет или нет, но на всякий случай, Катя, тебе привет. Яна Вебер спрашивает, это вот один из прикольных вопросов тоже. Какая была бы твоя реакция, когда ты стоишь на кассе, твоя мама отошла и подошла твоя очередь? Это мой самый большой страх детства, просто самый большой страх детства. Вы не представляете себе, как я этого боялась лет в шесть, в семь, наверное, в четыре года. Потому что когда раньше мы... у меня мама, когда ходила вместе с мной по магазинам, для меня это была просто мука. Я постоянно представляла в самых страшных моментах, как мама отходит и оставляет меня одну. Самое прикольное было, когда мы ходили втроем вместе с папой, и они вдвоем уходили в разные, например, отделы папы в один, отделы мамы в другой, и меня оставляет одну, и я вот так вот... О-оу. Был один раз такой момент, когда мама отошла, подошла моя очередь, и стояла какая-то женщина рядом с нами, и она такая... Ладно, давай я пройду первой, а потом твоя мама придет, и ты как бы пройдешь вместе с ней, короче. И вот, и на самом деле страх вот такая вещь, что лучше не бояться, потому что страх самые сильные эмоции, но человек в любом случае будет бояться чего-либо, и ты это нормально. Вот, и так получилось, что это был единственный момент, когда случился вот такой вот казус. И привет тебе, Яна. Ева Легкоступ спрашивает. Отвечай быстро. Кофе или чай? Кофе. Черный или белый? Черный. Печенье или конфеты? Я думаю, что лучше печенье. Кошка или собака? Собака. Напиток или сок напиток? Машина или мотоцикл? Это очень сложный вопрос, на самом деле очень-очень. А машина? Телефон или компьютер? Телефон. Мороженое или торт? Мороженое. Заранее спасибо, что ответила. О-оу, Ева, все, тебе привет. Екатерина Кондратьева спрашивает. Хотела ты бы сняться в каком-нибудь фильме, если да, то в каком? Передай привет. Как тебе привет? Я бы на самом деле очень сильно хотела снаться в каком-нибудь таком грузном триллере, просто грузном триллере, чтобы там можно было додумывать что-то, чтобы там были страшные моменты, чтобы ты постоянно в каком-то, знаете, в таком напряге находился, весь фильм прям вот так вот. Но я знаю одно, я бы никогда не хотела, наверное, ну на данный момент, что будет дальше, я не знаю, я бы никогда не хотела сняться, например, например, в таком фильме, там, про любовь, вот, такое вот я не люблю, что-то не мое это все. Вика Харьковская, передай мне привет, привет, Вика, ответь на вопрос, любишь ли ты морских животных? Да, я люблю морских животных, и все, что связано с морем, все, что связано с рыбой, на этот вопрос просто однозначно да. Даша Осипова спрашивает, как ты связала свою жизнь с Ютубом? Привет тебе, Даша, сейчас отвечу. И Карина Усатова задает тоже такой же вопрос, на что тебя натолкнулось снимать видео. Карина и Даша, Карина, тоже тебе привет, пишка в том, что я с 12 лет вращаюсь в таких кругах, где все было связано с съемкой. Я на самом деле работала на телевидении, я понимаю, что Ютуб очень не любит людей, которые с телека, но я работала на телеке, было дело, да, я стараюсь как бы об этом здесь не упоминать, на всякий случай, я думаю, что я сделала эту тему отдельное видео, но у меня вся жизнь всегда была связана со съемкой, либо с тем, что я где-то показываюсь на публике, или еще где-то, я снималась во многих передачах, и на самом деле я очень пожарелась, что настолько поздно я сделала канал, и у меня целая история, как это получилось, ее нужно рассказывать отдельно, потому что она реально очень длинная, и реально рассказывать очень-очень долго, серьезно, она там цепляет за одного человека, потом за второго, за третьего, но чтобы долго не растягивать время, я просто хочу вам сказать, что такое видео будет, и также хочу сказать, что у меня просто было очень долгое время связано именно со съемками, очень долгое время, я решила все это перенести на Ютуб, а поскольку это творчество каждого человека, он может снимать и делать все, как он хочет сам, это прям идеальная штука для меня. Анастасия Настя пишет, ты кек или тамблер? Кек, я думаю, до тамблера у меня нету вот такой вот, прям загадочности такой, знаете. Мария Моисеева пишет, передай мне, пожалуйста, привет, привет. Была ли у тебя такая ситуация, когда ты забыла деньги в кафе, в ресторане, твои действия нужно заплатить? Да, у меня была один раз такая ситуация, и меня вручал друг, с которым мы вместе встречались, ну как бы не вместе, то есть как пара, а просто как друзья. И с тех пор я каждый раз, когда прихожу в какое-либо заведение, я всегда проверяю, короче говоря, сумку, и смотрю, все ли деньги у меня с собой, а точно ли все есть, все ок. Я еще так осторожненько так сумку поднимаю, так посчитаю, там деньги есть, такая, слава богу, деньги есть, все ок, значит, вечер удастся, потому что, да, у меня тоже такое было, что я реально, вот, был тоже такой страх, на самом деле, ну, уже где-то, наверное, лет 12, 14, 15, может быть, что когда ты приходишь в какое-то заведение, тут же Макдак там, или еще куда-нибудь, и ты боишься, что тебе не хватит. Вот именно не то, что не хватит, а то, что забыла деньги, да, вот то, что я забыла деньги, короче, да. Виктория Сбитнева спрашивает, куда я хотел на свете поехать больше всего? И привет, Вики из Коголыма, в город Коголым летит привет для Вики. Поехать, но на данный момент это две страны, куда я хочу поехать, это Норвегия и Япония. Норвегия, привет всем сериалам фанатов скам, отдельная тема, отдельное видео будет, вот, Япония, потому что именно очень много хочу всяких историй у меня связано с Японией, и много чего в жизни хочу сделать именно с Японией, и я тоже хочу на эту тему сделать отдельное видео, смотреть, сколько у меня видосов получается, ну, как я и говорила, все это буду снимать. Очень много, на самом деле, с чем хочется с вами поделиться, вот, серьезно, я прям вошла в этот вкус, когда хочется снимать, 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 вот. Лиза Туркина пишет, каких блогеров ты смотришь, какой твой любимый блогер, ВК или Инстаграм? Пока что ВК, Лиза, пока что ВК. Мой любимый блогер, знаете, таких нету, я смотрю очень много кого, Юджин Сагас, Шпагина, Катя Клэп, Пушман иногда смотрю, Каспарянс, я даже Ларина смотрю, вы понимаете. У меня пока что не сформировался такой, как это сказать, четкий ответ на этот вопрос, потому что я хотела сделать отдельное, видите, я хотела сделать отдельное видео, которое бы называлось, каких блогеров я смотрю. Не знаю, будет ли это вам интересно или нет, но я думаю то, что будет интересно, потому что мы с вами снова встретимся, я буду о чем-то с вами рассказывать, тем более я буду показывать своих любимых блогеров. О, ребята, ребята, так, ладно, я вот просто хочу сказать, что на вопрос на такой, какой твой любимый блогер, я не знаю, серьезно. Я просто хочу сказать, что те, кого я смотрю и знаю в реальной жизни, они крутые, вот, например, как Настя Шпагина, она реально крутая, вот, да. Валерия Счастливая спрашивает такой вопрос, сколько годов или месяцев ты ведешь свой канал? Лера, ты знаешь, на самом деле вычислить очень легко, сколько я веду свой канал, просто достаточно его открыть, посмотреть, и когда было первое видео? Я веду третий год, вот, третий год, вот, поэтому, как бы, вот, в принципе, весь ответ на этот вопрос, поэтому привет тебе. Веста Иванова, как ты поняла, что хочешь заниматься видеоблогингом? Ты знаешь, пришло само, меня упрашивали еще, прикинь, то есть, я не знаю, как у вас, я не знаю, как у вас у всех все складывалось в жизни, но меня упрашивали снимать видео для Ютуба. И потом, в какой-то один единственный момент, вот, три года назад, практически, ну да, практически три года назад, меня уволили с работы, ну, с подработки, так скажем, потому что я не могу сейчас работать постоянно. И я просто открыла Ютуб, и я знала, что есть блогеры, я с Катей Клэп давно пересекалась, еще с 2010 года, я ее знаю, серьезно, это тоже отдельная история. И я подумала, почему нет, надо снять, у меня не было на тот момент камеры, я очень долго искала камеру, потом все это появилось, потом все это делалось, короче, ну, вот так вот и получилось. Мадина спрашивает, любишь чаек? Да. Так, Настя Осикина спрашивает, как ты относишься к рыжему лису? Никак, ребята, это обычные стикеры, это ни в коем случае не... Я не понимаю, как вы вот ведетесь на эти вот всякие, вот, какой-то дурачок заснял, что, типа, оооо, это страшная вещь, короче, все, там, это жесть, это синяки, там, Как вы ведетесь на это, я не понимаю, ну, вы же более-менее взрослые люди, ну, как, ну, как бы, я тоже не взрослый человек, я себя не считаю взрослым, но просто как вы на это ведете? Ну, сами подумайте, ВК администрирует этот официальный паблик, лис, все идет на официальном уровне, ничего страшного в этом нет, я тоже получаю стикеры, просто я не так часто выпускаю истории, потому что, ну, я считаю, что надо либо выпускать нормальные истории, там, да, например, у меня вышло новое видео, там, или еще что-нибудь в этом роде. Но, блин, ребята, это же, ну, это же, ну, как? Алена Сухова пишет, как ты узнала о Ютубе, передай мне, пожалуйста, привет, Алена, у тебя привет, о Ютубе я узнала, как только он открыл, то есть, как стартовала площадка, именно как видеохостинг, не как блогеры, да, то, что сейчас снимают, там, что такое, а именно как площадка я узнала, если бы не соврать, 2007-й. О-о-о, верните мой 2007-й, вот, Валерия Суботина спрашивает, передай мне, пожалуйста, привет, привет тебе, вопрос, как ты познакомилась с парнем, Лера, с каким парнем? Вот, честно, я вот не понимаю, откуда у вас вы это берете, это вы имеете в виду тех парней, с которыми я где-то снимала, там, у меня были они в роликах, но это мои друзья, это они мои парни. Вот, просто мне интересно, ну, просто мне интересно, откуда вы это берете. Поэтому, Лера, тебе привет, вот, и я думаю, что до следующего вопрос-ответа у тебя будет другой вопрос какой-нибудь, но я на это ответила. Ульяна Липецкая спрашивает, хочешь сделать отдельный канал с влогами? Ульяна, ты понимаешь, чтобы раскрутить хотя бы один канал, это очень много времени для этого требуется, и я не думаю, что сейчас, в данный момент, я потяну еще один канал, потому что, если я на этот канал страчу столько много времени, плюс мне надо еще как-то себя содержать, машину, там, еще что-то, то представляешь, сколько мне надо еще больше свободного времени. Если это вдруг будет востребовано, то почему нет? Я, в принципе, не против, что поснимать, лизить. Просто смотри, какая вещь. Аудитория, которая приходит смотреть тебя и твои ролики, она в любом случае будет выбирать какой-то ролик. То есть я знаю, что есть люди, которые, например, смотрят какие-то определенные ролики, но, например, влоги не смотрят. Есть люди, которые, наоборот, только смотрят ролики, ой, влоги и все. То есть, понимаешь, в любом случае зритель будет держаться одного канала в основном, который будет проще раскрутить. Поэтому я стараюсь придерживаться такой концепции, что давайте сначала просто создадим один дом и будем там тусить, как бы, чем на два дома, короче, туда-сюда. Просто я не вижу смысла. Если бы это был бы другой канал с каким-нибудь шоу, там, например, да? Да, может быть. А так, ну, я не думаю, что это надо. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что вы посмотрели. И следующий вопрос-ответ, как я уже говорила в начале, будет через, ну, какое-то определенное время. То есть, ну, через видео, либо через два видео. Я вас всех очень люблю. Сюда ваша огромная Наташа. Увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok